В число заболевших за сутки в Самаре продолжает снижаться. Но это не повод пренебрегать требованиями, введенными Роспотребнадзором на территории города, отмечают специалисты. Соблюдение правил в ежедневном режиме контролирует межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники полиции, департаменты транспорта, народные дружины и представители компаний-перевозчиков. Еженедельно проводят порядка 80 рейдов. Проверки усилили, и количество выявленных нарушений рекордные с начала пандемии. Только на прошлой неделе было составлено 65 протоколов на антимасочников. Еще 175 пассажиров покинули транспорт после замечания контролера. Наверное, в предвкушении Нового года бдительность наших граждан несколько ослабла. Поэтому, повторяю, контроль не снижается, контроль усиливается. Поэтому призываем всех, и особенно перед Новым годом, соблюдать эти ограничения, чтобы встретить Новый год дома, а не в больнице. Транспортные предприятия, в свою очередь, заботятся и о пассажирах, и о своих сотрудниках. Перед каждым рейсом подвижной состав проходит мойку и дезинфекцию. В салонах работают рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Кроме того, ежедневно перед выездами с персоналом проводят инструктаж и раздают средства защиты. Во всем подвижном составе работает автоинформатор, который напоминает об этом в постоянном режиме. Ну и также мы своим примером, кондукторы-водители, тоже надевают защитные средства. Работает горячая линия телефон и постоянно получаем сообщения, на которые стараемся реагировать оперативно. За весь период с начала проверок сотрудники полиции составили 726 административных протоколов. Без масок, отметили проверяющие, в транспорте ездят и большинство несовершеннолетних. Родителям в очередной раз напоминают, надевать средства защиты еще до входа в салон необходимо всем жителям города, в том числе и детям. Особенно сейчас, когда есть риск заразиться не только коронавирусом, но и другими сезонными заболеваниями. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События.